всем приветики друзья меня зовут соня кто еще не знает я живу в америке и снимаю влоги о нашей жизни здесь и несколько раз неделю я еще выкладываю мини-влоги поэтому обязательно подпишись чтобы не пропустить все самое интересное и обязательно поставь лайк андрей мы сейчас поехали по делишкам нам нужно отвести посылку сдать кроссовки которые теме не подошли еще я делаю картину и обязательно немножко позже вставлю как я ее делаю и мне надо кое-что докупить и чтобы показать вам уже готовый результат возможно даже на стене попрошу филиппа повесить ну что поехали вот так называется магазин майклс мы туда идем нам буквально нужно докупить одну баночку краски для того чтобы завершить картину и мы покажем вам результат такой огромный магазин здесь есть все для творчества сейчас найдем никакой такой огромный выбор красок мы просто с александр и ходим и не знаем какую выбрать наверное возьмем вот такие тюбики просто потому что они пойдут по цене самые недорогие выходят 6 долларов нам надо совсем немножко поэтому вот такой взяли маленькую баночку да александр держи пойдем на кассу друзья пока мы с александрой едем я решила вам быстренько ответить на очень часто задаваемый вопрос под моими шорт почему александр и так часто хорошее настроение и она практически никогда не капризнит потому что у меня есть один секретик сейчас я вам быстренько расскажу еще когда тима был маленький я поняла насколько вообще важен режим дня для малыша и поэтому когда родилась александра я начала сразу искать приложение в котором я бы могла отмечать ее сон и кормление и я нашла супер удобное приложение которое называется baby sleep tracker от mid moon я кстати оставлю под этим видео ссылку на приложение вы тоже можете перейти и скачать а сейчас кратенько расскажу вообще как им пользоваться на самом деле я просто в этом приложении каждый день отмечаю во сколько александра уснула и во сколько проснулась приложение само обрабатывает информацию и дает мне индивидуальный график режима сна и кормления александры и благодаря этому приложению я точно знаю что индивидуальное время бодрствования для александры сейчас 3 часа 20 минут и я просто подстраиваю все свои дела под этот режим а еще классно что приложение присылает напоминания когда нужно переходить на тихий спокойный игр поэтому если вы хотите чтобы ваша жизнь стала тоже спокойнее и веселее то обязательно переходите по ссылке и скачивайте приложение baby sleep tracker от mid moon я решила что мне нужна но я давно хотела картину над камином какую-то я просто как бы ну вот не могу найти прямо картины которые бы мне нравилось и я подумала что мне очень нравится ну начала смотреть смотреть что мне нравится такие знаете как будто из штукатурки сделаны картины всякие абстракция и я начала гуглить и поняла что некоторые люди делают сами эти картины но по факту выглядит как будто бы ничего сложного посмотрела всякие ролики на ютубе и решила что может быть я сама смогу сделать конечно это я сейчас очень говорю смело потому что уровень искусства которым я владею это знаете рисую на полях в тетрадке вот это примерно мой левел вот но я подумала ну а вдруг получится мне кажется зато как бы я буду думать что это я сама нарисовал эту картину которая висит у меня прямо в центре комнаты над камином короче тут дофига этих канвы и я вот выбираю между 60 и 90 бы вот 76 на 100 и мне кажется что мне надо побольше вот можно посмотреть насколько она больше она за ней стоит мне кажется что мне надо больше над камином так друзья кратенько показываю что у меня получилось вот пока что это выглядит как-то так эти белые пятна это уже засыхает эта розовая шпаклевка и становится белый потихоньку поэтому не пугайтесь вот и что я могу сказать я могу порекомендовать вместо вот этих всех шпателем лучше взять вот одну такую не знаю как это называется кто уходил в художку скажите мне пожалуйста она делает вот такие более рельефные волны более структурные мне кажется ну и вообще какой-либо узор мне кажется вот этой намного круче рисовать вот и мой совет рекомендацион это взять губку у меня вот такая с одной стороны как бы мелко пористая с другой более широкопористая как правильно говорить господи с моим языком русским вот и я как бы этой губкой мелкой я имитировала вот как бы волну вот эту по краю вот здесь можете заметить да вот а более крупно пористая как бы дело вот эти как будто бы песок вот я думаю что это высохнет и будет довольно красиво выглядеть посмотрим а кстати смотрите здесь александра оставила свой маленький отпечаток руки специально чтобы у нас была такая пасхалочка вот но высохнет и я покажу итоговый результат в общем я немножко добавила вот сюда белой краски и мне кажется что стало как-то так еще более структурно в общем мне нравится сейчас я добавлю чуть-чуть на верхнюю линию и останется только потом сверху покрыть специальным спреем чтобы она не сыпалась доброе утро друзья ни за что не поверите куда сейчас еду я поехала в бассейн одна для меня это просто такое событие великое что я даже решила вам записать вот на самом деле бассейн у меня находится примерно в одной минуте езды на машине и мы обычно с александрой ходим туда пешком но сегодня я решила доехать чтобы не тратить время на дорогу чтобы не так много времени как вы понимаете филипп не дал полтора часа до того времени как и не уйдут на тренировку я могу просто одна полежать в бассейн это мой любимый вид отдыха напишите кстати в комментариях как вы любите отдыхать вы любите лежать за гора либо больше любите какой-то активный отдых там в горы в палатке друзья я уже пришла из бассейна сейчас мы кормим александрю и у нас начнутся водные процедуры для этой бусинки да александрик кто пойдет купаться я надула ей вот такой бассейн на деке и хочу ее туда засунуть чтобы она немножко там поплавала александра у нас готова вот в таком она сегодня у нас купальники пристает перед вами с ананасиком и идет погружаться вода у нас очень тепло видимо она вчерашнего дня нагрелась просто не знаю 45 грамм сразу ее туда не пихаю потому что я не хочу чтобы она испугалась я ей даю вот мы со мной два раз пробовать когда я знаю что если она уступает то она сама не боится вот и не собрать александра ну как тебе бассейн нравится да села деловая колбаса буль-буль-буль завтра тима у нас уезжает в лагерь и собирает себе сам чемодан на самом деле лагерь в америке длится всего три дня это ночевой лагерь американский он едет но нужно взять с собой 10 пар футболок и 10 пар шорт полотенца и даже нужно взять с собой будет постельное белье так что это белье поедет завтра с ним интересно что этот лагерь будет находиться в трех часах езды от нас при университете вирджиния так они будут жить прямо в общежитии где живут настоящие студенты мне кажется это очень классно всем привет друзья доброе утро как вы видите у меня тут процедурки как я вам выгляжу надеюсь сейчас буду выглядеть очень хорошо после этой массы а быстренько хотела рассказать вам про лагерь в америке снимала вам видео что тима как раз собирал вещи в лагере он ездил с ночевой туда это был лагерь от nike в общем в этом лагере все было хорошо он там ночевал веселое там было конечно же с друзьями вечером потусить но и в тима достаточно хорошо играют футбол а уровень его возраста был достаточно низкий в этом лагере потому что там не все профессиональные ну вот как тима прямо занимаются на ежедневной основе футболом и он попросил перевести его в группу постарше но его не перевели хотя филипп тоже просил лагерь этот стоил 600 долларов что мне кажется нифига не дешево да за три дня вот но тем не менее они не прислушались к нашим просьбам на этой неделе тима ходит в лагерь который каждый день с 8 утра до нет с 9 утра до двух часов дня и этот лагерь назывался от назывался барселона академии назывался барселона академии кэмп лагере все просто было настолько прикольно то есть там прям у них такая классная организация это было без ночевой вот но тем не менее они просто привезли с собой ведущих то есть у них постоянно играла музыка ведущий развлекали ведущий развлекает когда я приходила за тимой в лагерь то там прямо родители танцевали ним всякие танцы показывали даже может быть это было весело вот и даже когда было последний день была церемония награждения и в американском лагере вот в этом nike им просто типа построили сказали спасибо большое за лагерь всем пока и все а здесь они просто в какие-то фигуры их строили какие-то вот эти цветной дым пускать музыка играла всем грамоты вручали тиме дали награду за как это мост в или был player типа хороший самый лучший игрок своей возрастной категории подарили ему кружку подарили футболку кеп хотя к чему я это говорю что насколько все-таки страдает вот эта вся организация в мероприятий в америке и насколько классно все сделано в европе мне кажется что американцы как-то очень сильно отстают я не понимаю почему ник мое личное мнение мне кажется потому что они знают что и так у них купят пишите кстати в комментариях как сейчас если вообще лагеря в россии в моем детстве это самые лучшие воспоминания как мы ездили как там дискотеки ходили медляки танцевали не ездили ли вы в лагере нравилось ли вам мне очень нравилось я бы даже вот сейчас бы съездила если честно и потусила там привет друзья я только что ездила к врачу я уже об этом немножко рассказала в мини-влоге но сейчас решила добавить что насколько вот опять медицина я ходила к врачу русскоговорящая она очень хорошая и прям влюбленных приятная женщина и но я была записана на 2 15 чтобы понимать сейчас время 3 30 я вот только оттуда вышла потому что ну почти час я ждала вот когда ко мне придет врач то есть я просто сидела в кабинете и ждала когда она ко мне зайдет вот такие небольшие минусики или все американцы знают что если у тебя запись к врачу то ты не можешь такой быстренько сейчас я сбегаю к врачу и вернусь нет так не бывает обычно надо прямо на работе говорить у меня appointment называется то есть у меня запись к врачу и я извините но не появлюсь ближайшие полдня вообще а еще кстати хотела рассказать небольшой нюанс насколько тяжело записаться к врачу в америке мне когда я сейчас сидела в регистратуре звонил пациент и говорит я хочу записаться к вам новый пациент они говорят а запись нового пациента ведется сейчас на март 2024 года прикиньте на март хорошо что я уже один раз была у этой врача а своя врача если ты повторный раз идешь что тебе уже не нужно так долго ждать и приехали в гости к нашей подружки александра здесь точнее к моей подружки к александриному другу мы здесь качаемся на качели там готовят вкусная еду какой-то бургеры тут у них есть своя площадка у дома и даже тима с нами сегодня приехал дать им чик как александра катается ну что друзья в итоге вот такая картина у нас получилось на самом деле может быть на камеру сейчас не очень хорошо видно но я вам покажу еще более близко да ставьте лайки пишите комментарии и подписывайся на наш канал александр скажи пока пока вот так вот так